всем привет это видео я хочу посвятить своему зимнему гардеробу а именно такому базовому с одной стороны зимнему гардеробу в то же время в каждой вещи которые вам буду показывать рассказывать есть какая-то такая своя изюминка своей адаптация к современности если вам вдруг интересна судьба моих волос если вы не знаете то на прошлой неделе снимала видео про тонику точнее про то как я убираю желтизну с помощью тоники а затем я вечером все испортила ну или не испортила в общем я увидела что тоника дает фиолетовый оттенок и я покрасила свои волосы по сути в такой фиолетовый какой-то сиреневый цвет то есть добавила еще тоники меня получилось вот что это фотографию с моего инстаграма в прошлый понедельник сегодня же я снимаю видео прошла меньше чем неделя и вы можете видеть что тоника довольно таки успешно смылась ничего страшного в покраске нет и начну я с верхней одежды это вот такое шерстяное пальто пальто украинской марки the lace на улице было там минус 10 минус 15 продолжала ходить в этом пальто когда все носили пуховики я ходила в пальто нет я не замерзла это пальто действительно очень теплое оно шерстяное сверху у него такой как будто бы ворс также внутри есть подкладка и в этой подкладке есть утеплитель также в этом пальто идет в комплекте поясок я подержала в руках шерстяное пальто мне так наэлектризовались волосы сумка украинского бренда level эта сумка просто потрясающая она розового цвета я очень люблю такой вот цвет и я знаю да что понтон уже не назвал его второй раз подряд цветом года но это неважно потому что я очень хочу его носить и мне очень много вещей такого цвета у меня есть чем ее сочетать поэтому все сумки украинских брендов которые я видел до этого они были конечно нам кожаные качественные но они все игнорировали такой факт как подкладка и вообще внутренность сумки ты открываешь там нет никакой подкладки просто внутренняя часть кожи пришит какой-то один карман и все у тебя есть огромное отделение в которое ты сваливаешь наушники телефон кошелек карточки какие-то вещи и в итоге когда ты открываешь сумку и хочешь достать кошелек ты его так достаешь и за ним лезут солнечные очки и там что-то там еще наушники на проводах это жутко неудобно у этой сумки просто офигенная внутренность внутри у сумки два больших отделения по центру же есть карманчик в котором мне например удобно носить зарядку тут есть такой маленький карман кожаный есть карманчик на молнии все это защелкивается на такие две магнитные защелочки для меня было важно что у сумки серебряная фурнитура так как почти все мои аксессуары серебряного цвета насколько я помню это никель тут висит такой брелочек на кожаном ремешке с их эмблемкой ручку можно регулировать ее длину я как раз вот первое что я сделала это укоротила в ручку ну как укоротила просто переставила ее на крайнюю дырочку и это было сложно потому что очень толстая кожа и и сложно было проталкивать тут но в общем то это хорошо значит носиться будет долго в аутфите которая показывала начале видео на мне вроде как не было ничего розового кроме как эта сумка но она выглядела ну как по мне очень гармонично то есть удобно добавлять вещи такого кого-то цвета в качестве одного акцента то есть когда у меня все остальные вещи какие-то однотонные но у меня была черная одежда коричневое пальто такое неброское я добавляю вот эту вот сумку и она как-то так освежает немного образа в этом году модные структурированные сумки выглядит так как будто я эту сумку буду носить like it will last for ages следующее что я хочу показать это вот такой вот свитерок совершенно обычный серый который связали для меня ребята из украины у них есть страничка в инстаграме где они этим занимаются к сожалению я не помню название я оставлю вам ссылку под видео в принципе на все вещи которые вы тут увидите будет прямые ссылки под видео базовые свитера вот если вы вдруг сталкивались с проблемой поиска базовых каких-то свитеров водолазок там футболок качественные вещи стоят очень дорого потому что такие качественные базовые вещи в основном есть довольно таки дорогих уже марок очень редко я у масс-маркета вижу свитера чтобы в них была составе шерсть в этом свитере вообще стопроцентная шерсть в принципе по цене масс-маркета он стоил чуть больше 1000 гривен ты меня есть такая сиреневая мохнатая шуба вот я планирую носить под нее за счет того что у него есть высокое горло его можно будет носить без шарфа следующие вещи собственно те которые были надеты на мне опять же в этом аутфите которые мы снимали на улице первое это такая вот водолазка черная с необычными рукавами для меня они были необычные возможно для кого-то это обычная рукава но на них дырка для большого пальца и я как чувствую себя в ней как вот знаете название водолазка вот я себя сто процентов чувствую как водолаз вот в этом водолазке это сайт видми это китайский сайт но у них очень качественные вещи уже наверное третий или четвертый раз мне приходила посылка оттуда и все вещи оттуда очень очень качественные конечно же по цене они соответственно немножечко дороже лет на вот этот вот свитер стоил насколько я помню или 60 или 70 долларов но у него тоже потрясающий состав у этого свитера он очень тоненький очень легкий но при этом он на 90 процентов состоит из шерсти и на 10 процентов из кашемира я думаю что за 60 долларов в магазинах такой состав найти просто нереально когда я прихожу в ней на работу мне обычно отвешивают кучу комплиментов что я сегодня такая стильная как как стив джобс ну это в эти компании икона стиля в этом же вот видите вторая часть моей посылки сайта видми это вот такие черные кюлоты очень очень теплая к сожалению я заказывала самые маленькие размеры сайта и он оказался на мне большим благо моя мама смогла ушить их для меня кюлоты это одна из тех вещей которые наверное еще прошлой зимой я бы подумала что я ой ну не 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 я такой не надену и вот этой зимой аня носит кюлоты немножечко поднадоело носить постоянно джинсы постоянно юбки с плотными колготками а кюлоты это хорошая альтернатива как добавить что-то новенькое в свой гардероб же выглядят они довольно базово конечно многие мои знакомые смеялись надо мной говорили что выгляжу как училка у кормовых я выкладывал фотографии в инстаграм в них очень много кто заценил из куст кюлоты мои очень стильные всем понятно следующее это джинсы джинсы я не знаю как можно их вообще не назвать базовым предметом когда действительно джинсы носим мы каждый день все носят мальчики и девочки любого возраста все носят джинсы но в этом сезоне как вы знаете а может быть еще не знаете очень модная вышивка это джинсы тогда с вышивкой привет пятый класс пятом классе носила последний раз такие джинсы эти джинсы пришли мне с сайта за и full но при этом забавная одна деталь на которых написано что это топ-шоп и тут была этикетка топ-шоп ибо качество не очень напоминают возможно у меня есть такое ощущение что может быть эти джинсы например не прошли какой-то проверку то есть не шились для топ-шопа и кто-то откинул сказал что там вот что-то не подошло по качеству и их отправили на какие-то продажи на китайских сайтах джинсы классные сидят на мне очень хорошо я брала размер с ориентировалась на замеры на сайте и не прогадала то есть я вот заказала джинсы тютелька в тютельку и они также на мне и сидят сайт за и full не могу сказать что это идеальный сайт что там все вещи очень хорошие но если вы вдруг решите заказать вот именно вот эти джинсы их стоит брать и последнее что я вам хочу показать это аксессуары я вообще очень люблю серебро я не ношу золото последняя посылка мне пришла с сайта ауриоль ариоль я оставлю ссылку что мне понравилось у них все очень минималистичная красиво упаковано я покажу вам поближе сейчас что конкретно у меня тут 925 проба серебра и цены на сайте у них в общем-то для серебра тоже вполне приемлемы и последнее о чем я хочу упомянуть так как показать его полностью не смогу это платье которое на мне мне она безумно безумно понравилось она с такой вот светлой вставкой черное платье длины миди очень скоро его покажу на своем инстаграме поеду когда в дублин кстати я еду в дублин начале февраля то сниму себе образ на блог так как дублине погода намного теплее чем в киеве это будет поприятнее делать на улице это платье украинского бренда coco clothing оно такое стильное и в то же время сдержанное это одна из тех вещей которые можно надеть как на работу так и на fashion week спасибо вам за просмотр я была рада видеть вас у себя на канале скоро увидимся пока пока и Субтитры сделал DimaTorzok